Наверняка вас когда-нибудь мучил какой-нибудь довольно странный вопрос. Например, что роднит Вьетнам и соревновательный мультиплеер в играх? Какая связь между людьми, дерущимися в файтинге всего одним ударом, и производителем мясных консервов? Почему игроки в Ultima Online недолюбливают популярного изготовителя детских игрушек, а на иконке баг-репортера уже столько лет сидит жук? Нет? Тогда у вас только что появилась уникальная возможность задаться этими вопросами и тут же получить ответ, поскольку мне, Андрею Данилову, стало интересно, как появились популярные сленговые интернет-термины. И о самых интересных легендах, связанных с ними, я и хочу вам сейчас рассказать. Ричард Гэрритт за свою жизнь бесспорно многого добился. Он хороший игрок в D&D, летал в качестве космического туриста на МКС, создал одну из известнейших ролевых вселенных, а еще именно благодаря нему в многопользовательских играх появилось такое ненавистными многими явления, как Нерф. Выпущенная в 1997 году, Ultima Online стала одной из первых многопользовательских игр, оказавших огромное влияние не только на зарождающийся жанр, но и на индустрию в целом. Благодаря ней люди со всего мира, где был доступ в интернет, получили долгожданную возможность наконец-то встретиться друг с другом на виртуальных просторах, выяснить, чей скилл круче, а также пережить множество увлекательных историй. И хотя это однозначно был прорыв, все же у проекта были свои недостатки, которые, нужно признать, встречаются у последователей даже спустя более чем 20 лет. К примеру, баланс. Дело в том, что в игре твой герой мог быть кем угодно, и сражаться посохом, топором или с помощью лука, но почти гарантированно победителем в поединке становился тот, у кого оказывался чертов меч. Обычный клинок был имбой, наказывающий любого, кто осмелится играть в эту РПГ неправильно. И это закономерно многих раздражало. В связи с этим, разработчикам пришлось прибегнуть к еще одной инновации, попытавшись исправить положение при помощи патча. Вот только, судя по последовавшей за этим еще большей волне возмущений, они, видимо, слегка перестарались. Разница между характеристиками оружия до и после была настолько заметной, что многие стали шуточно заявлять, что их боевое оружие заменили на игрушки Нерф. И вот тут мы подходим к сути. Изначально Нерф — это название бренда безопасных детских товаров, по типу Нерф-бластеров, стреляющих патронами из мягкого губчатого материала и тех самых мечей. Основной слоган компании гласил, что всем этим добром можно играть дома, ничего не разбив и не навредив детям. Не знаю, как вам, а лично мне кажется довольно забавным, что в основе темологии столь распространенного сегодня понятия оказалась шутка с названием фирмы по производству детских игрушек. К слову, данный изготовитель существует и по сей день, правда уже не как самостоятельный бренд, а став частью другого гиганта детских товаров Hasbro. Но это явно другая история. В подобной ситуации мы говорим, что это фраг. И это фраг. И это тоже. Термин настолько нам привычный, что произнося его мы ни разу не задаемся вопросом, а что будет, если вбить его в переводчик, потому что в противном случае нам определенно потребуются некоторые ответы. И для того, чтобы их найти, нам придется вспомнить Вьетнам. Сразу предупреждаю, эта история слегка мрачновата. Дело в том, что под конец войны настроения в рядах американцев были, мягко говоря, упаднические. Нечеловеческие условия, ужасный климат, большие потери, а также противоречивые решения руководства привели к серьезной дизморали личного состава. В связи с этим, довольно рядовым инцидентом стало убийство солдатом-офицера при помощи осколочной гранаты. Причин для подобного опять же хватало. Нежелание выполнять самоубийственный приказ, наркотики и алкоголь, плотно вошедшие в жизнь бойцов, и прочее моральное разложение войск. Если интересно, подробнее можете прочитать про все про это на Вики. Там про это сказано предостаточно. Только за 1970-71 года было зарегистрировано 363 подобных случаев. И это только те, о которых стало известно публично. Так что неудивительно, что вскоре такой тип френдли-файра получил собственное название «фрагинг». И хотя схема звучит претенциозно надуманной, обоснованные причины так все усложнять у солдат имелись. Начнем с того, что уже в то время существовавшие экспертизы позволяли определить, какой пулей был застрелен человек, из какого оружия, и вычислить траекторию выстрела. А значит, практически гарантированно найти виновного. Однако в случае с фрагингом все становилось куда сложнее, поскольку даже точно зная, кто совершил убийство, доказать умысел оказывалось не так-то просто. Граната могла неудачно выскользнуть из руки, срикошетить от препятствия, либо расторопный гук мог успеть вернуть ее обратно отправителю. А следовательно, риск понести наказание за такое убийство оказывался значительно ниже. Потому, возвращаясь к фрагингу, думаю, нетрудно понять, как со временем это переросло в термин «фраг». Но остается другой вопрос. А с какого момента понятие популяризировалось непосредственно в играх? И, как оказалось, однозначного ответа на этот вопрос нет. Существует лишь множество теорий, ссылающихся на Quake, Unreal и даже более поздние мультиплеерные игры вроде CS. Однако, лично мне, наиболее правдоподобной кажется версия с Doom 1993 года. Во-первых, потому что именно в этой игре появился первый супер-успешный мультиплеерный дезматч, положивший начало как киберспорту, так и большинству основ жанра и понятий в целом. А во-вторых, в использовании данного слова здесь даже есть некий определенный смысл. Несмотря на то, что в игре нет гранат, а большинству врагов компании «Демоны из ада», в сетевом режиме вы сражаетесь с точно такими же десантниками, как и вы, убивая которых, зарабатываете очки и при этом остаетесь безнаказанным. То есть, в каком-то смысле делаете тот же фрагинг. Правда, без взрывчатки. Но давайте уже отвлечемся от Вьетнама и поговорим о чем-то более веселом. Например, о спаме. В повседневной жизни мы сталкиваемся с ним постоянно. В рекламных рассылках, в чате или просто играя с другом в файтинг, где он знает лишь один удар. И хотя никто в здравом уме никогда не задавался вопросом, откуда термин появился, уверен, большинство подсознательно считает, что это каким-то образом связано с почтой. И нет, это не так. Поскольку настоящая причина — мясные консервы. Стоп. Что? Да-да, вы не ослышались. Изначально спам — это торговая марка консервируемого мяса компании Hormel Food Corporation и по совместительству аббревиатура от Shoulder of Pork and Ham, то есть свиные лопатки окорочка. По другой версии — ветчина со специями. Их звездный час настал во время Второй мировой, когда производитель сумел плотно закрепиться на рынке, поставляя свою продукцию в армейские пайки питания. По воспоминаниям очевидцев, едва ли не каждое второе блюдо в рационе было спэм. Помимо этого, консервы в немалом объеме поставлялись по Лен-Лизу в СССР, а также Великобританию, крайне зависящую в то время от ввозимого страну мяса. И если в Советском Союзе о нем мало кто помнит, то вот во втором случае спэм ввиду доступности обрек колоссальную популярность среди бедняков и по совместительству титул самого надоевшего продукта. Казалось бы, этого уже достаточно, чтобы стать мемом своего времени, но основной поворотный момент случился, когда срок годности огромной массы этих консервов стал неумолимо подходить к концу. Именно тогда спам-атака переросла в информационную катастрофу. Рекламу расклеивали на витринах, на фасадах домов, ее беспрерывно крутили по радио, а товар всячески пытались спихнуть при любой возможности. Чтобы понять масштабы, достаточно посмотреть скетч комик-группы «Монти Пайтон». Так что, в очередной раз получив нежелательную рассылку, не забудьте поблагодарить за это американского производителя мясных консервов. О том, что такое баг, знает каждый. Это те штуки, из-за которых вы проваливаетесь под текстуры, сливаете катку, зарабатываете преждевременный инфаркт, а некоторым студиям требуется еще немного времени на полировку проекта. Но вот о чем многие никогда не задумывались, почему мы называем жуком то, что на жука совсем не похоже? Разумеется, потому что с этим связана очередная история. Итак, перенесемся в сороковые годы прошлого века. Интернет тогда еще не существовал, вместо калькулятора использовалась логарифмическая линейка, а компьютеры были немного больше привычных. К слову, один из таких как раз находился в Гарвардском университете. Именно на нем команда молодых ученых из Бюро артиллерийских вычислений совместно с младшим лейтенантом Грейс Хоппер занималась написанием программы для расчета баллистических таблиц. Однако в один из дней машина внезапно перестала работать. И поскольку просто вызвать УВМ-мастера не представлялось возможным, группе изобретателей пришлось самостоятельно искать причину неисправности. И ученые ее обнаружили. Ей оказался мотылек, застрявший между контактами электромеханического реле, которого после извлечения поместили на страницу технического журнала с подписью «Первый реальный случай нахождения жука». Кстати, эта самая страница до сих пор находится в музее вычислительной техники. Конечно, существуют и альтернативные версии, ссылающиеся как к радиоэлектронике, так и на письма самого Томаса Эдисона, где упоминаются различные шумы, похожие на скрежет насекомых. Но именно случай с Грейс Хоппер, точно первый из общеизвестных, связан непосредственно с прародителем всеми нами горячо любимого персонального компьютера. Ну и под конец давайте посмотрим на что-то совсем уж неожиданное. Уже долгие годы главным бичом социальных сетей является троллинг. Опять же, слыша это слово, многие наверняка проводят ассоциацию с гадкими скандинавскими монстрами, живущими под мостами, питающимися заплутавшими хоббитами, а по вечерам пишущих гадкие комментарии в интернете. Задумка, как всегда, неплохая, но вот правда, сука, бывает суровой. Судя по найденным мной материалам, первоисточником термина является вовсе не очередной сеттинг для бесчинств Кратоса, а скучная рыбалка. Всё дело в том, что троллинг, как оказалось, это такая техника рыбной ловли, при которой леску с наживкой тянут по воде, тем самым раздражая рыбу и вынуждая её напасть. Согласитесь, звучит довольно знакомо. Принято считать, что наиболее близко понятие троллинг в качестве издёвки стало массово применяться приблизительно где-то в 90-х годах, в виде эдакой замысловатой шутки для умников. Выглядело это примерно так. Кто-то из грамотных людей выходил перед слушателями и на полном серьёзе делал максимально абсурдное заявление. Настолько, что большинство сразу понимали – это Стёб. Но не новички, которые, услышав нечто достаточно вопиющее, тут же вступали в полемику, дабы продемонстрировать свой интеллект. И под оглушительный хохот доказывали его полное отсутствие. С развитием социальных сетей и массового доступа к интернету забава также никуда не делась. Троллинг продолжил развиваться. И хотя из-за созвучия слов многие предпочитают на него представлять гадких монстров по ту сторону монитора, глядя на то, насколько мемнее, злее и токсичнее становится подобный юмор, нельзя отрицать, что в этом тоже есть некоторая доля правды. У меня же на этом на сегодня всё. Надеюсь, мне удалось ответить вам на вопросы, которые вы не задавали по теме, о которой вы никогда меня не спрашивали. И чтобы подобное случалось немножечко чаще, не забывайте подписываться на наш канал, щёлкать по колокольчику и подбрасывать интересные мыслишки прямо в комментариях под роликом. До скорой встречи на StopGame.ru